Всем привет дорогие друзья с вами Валерий и мы продолжаем путешествие по инфицированному городу Раккун-Сити. В прошлой серии мы познакомились с игрой, познакомились с персонажами Леоном, Клэр и Бранаганом и теперь остается продолжать нам исследовать полицейский участок. Еще увидели в прошлой серии много неприятных сцен вообще, не такими я представлял себе свой первый день неприятных сцен одни кишки чего стоят просто так окей травушка здесь ладно траву не знаю брать не брать у нас есть баллончик пускай трава лежит возьмем патрон и перезарядим для максимума пистолет трава может еще пригодится потом эту локацию я помню в оригинале здесь вот через это окно пролазил лизун ну мимо проползал здесь разработчики говорили что лизун будет совсем в другом месте появится так снова потемки я их ненавижу окей здесь у нас все завалено говорит птица 73 вытащить вас лечу на восток реке сяду на участок минут повторяю сяду ух ты жесть чувака просто подвесили за рот наверное много болтал так что ох какого хрена жесть конечно жесть так а что кто там кидается бутылками банками конечно блин сделано просто жесть да твою мать напугал офигеть у нее голова просто напополам жесть вот эти вот моменты просто же сделано неприятно реально неприятно снова у нас тут марвин на фото так там у нас кто-то кидался банками снова потоп видать видать от дождя разбитое окно здесь ничего не сделать двигаемся дальше так а вот эта тварь она по-любому да я так и знал по-любому она вот лежать просто в челюсть ей отлично сдохла фу я надеюсь она сдохла что ли о-о-о-о-о ожила чертям собачьим подальше отбежим вообще хрен убьешь просто я в шоке умри умри тварь к черту пушки у нас достижения а все убил да на кромсе пипец это вот с одним вот так справляться прикиньте их толпы так что здесь у нас интересного кнопочки блин включения света нету о патроны патрончики отлично до максимум перезаряжаем так эта бумажка отчет о событиях 25 сентября переоборудуем участок во временное убежище ввиду неожиданной крупной эпидемии сотрудникам полиции было поручено бросить все силы на обеспечение безопасности гражданских лиц во время и после их эвакуации в участок 25 сентября дополнение в результате ночного нападения одного из беженцев один офицер погиб а еще трое получили ранения нападающий был быстро обезврежен пока что мы полагаем что вспышка насилия обусловлена ничем иным как чрезмерным стрессом 26 сентября сегодня на участок напала толпа из-за чего пострадало несколько человек выросшие сумели укрыться за аварийным ограждением но мы в осаде выбраться отсюда будет проблематично нам также пока не удалось починить оборудование связи поэтому мы все еще отрезаны от остального мира 27 сентября где-то в час дня в западной части участка произошла очередная стычка 12 человек погибло и выживших осталось совсем мало все катится к черту Дэвид Форд понятно так какая-то карта у нас здесь первого этажа использование на карте отображается не только ваше текущем местоположении здесь также можно найти все ключевые места и найденные но не поднятые предметы так это мы читали уже да окей травушка у нас здесь комната это что такое окно наверное да больше похоже на окно да и вот да да это окна так что у нас здесь можно выйти на сквозное получается через эту комнату а здесь здесь закрыто да было или нет тут непонятно что это разберемся сейчас а через окно нифига себе даже через окна можно лазить окей а там зомбарь здесь лежит не станет нет подозрительно лежит так руки кстати у него зашевелились очень много отрезал патрончики отлично я думаю он сдох так с этим теперь расправиться надо как-то толстячком патрон просрал а не на вес золота блин умирай тварь я тебе голову сейчас отрежу все он сдох так блин такое большое и никаких вкусностей у него не выпало окей здесь еще труп лежит перезарядочка понятно здесь закрыто кстати он ломился в автомат с едой он жрать хотел прожорливый в принципе по нему видно по его массе так во-во-во-во-во-во а ничего себе и ножик главное оставил эй отдай ножик ублюдок да блин два патрона просрал но нафига я с ним начал связываться во-во-во-во-во беги-беги-беги-беги ну во-во именно он что у него нога сломалась еще живой да сколько можно эй отдай нож пипец нельзя пнуть его блюдок просрали нож нормально вообще патронов кучу блин так ладно давайте по порядку вот как теперь я без ножа буду проверять мертв этот ублюдок или нет порох так порох стандартного образца из двух щепоток может создать патроны для пистолета о ништяк ништяк маловато правда в баночке такая огромная банка и мало использование пороха патроны для пистолета порох короче два пороха баночки патроны для дробовика порох плюс высококачественный порох желтый патроны для револьвера высококачественный порох желтый две штуки участки осталось мало патронов поэтому используйте весь порох что найдете разные типы оружия используются разные патроны поэтому следите за тем чтобы следите за тем что с чем соединяете иначе не получите нужного результата эта фишка взята кстати из третьего резидента помните да там порох надо было смешивать можно было и чем чаще ты смешиваешь для одного и того же вида оружия то потом оружие становится мощнее патрончики отлично блин я к этому боюсь подходить а если он встанет если он встанет я лягу блин еще один труп они все так лежат не знаю вот прям вот вроде они бездвижные а страха нагоняют будьте нате так здесь у нас код второй сейф кстати кодов мы не знаем отчет отчетов операции 28 сентября 2 часа 30 минут нас осталось всего четверо у нас нет оружия нет патронов а постоянные стычки измотали нас физически и психологически нам конец офицер филипс как-то предложила бежать через канализацию кажется под участками есть потайной тоннель оставшийся наследство от музея тогда ее идея показалась здором но сейчас я изменил свое мнение да мы не знаем существует тоннель или нет к тому же в канализации могут быть зомби но сидеть и ждать смерти тоже так себе перспектива надежды мало но я постараюсь разузнать побольше про этот тоннель Элиот Эдвард да он разузнал но к сожалению мы не смогли его спасти вот тот Элиот которого кишки наружу остались первое задание для новичка новичок это Леон Кеннеди как мы помним да Леон Скотт Кеннеди твое первое задание будет особенно важным и сложным твоя задача открыть ящик своего стола ключ к успеху сокрыт в первых буквах наших имен веди буквы в порядке расположения наших рабочих мест на столе два замка по одному с каждой стороны открой оба иными словами твое первое задание запомнить имена других офицеров но это ты уже и так понял да удачи Леон кстати не обещаю что Скотт сходу даст тебе четкий ответ лейтенант Бреннет нацарапано между кровавыми разводами радуйся что тебя здесь нет новичок так че там первые буквы наших имен первые буквы наши имена Б что ли а Марвин да Марвин а еще одного как зовут Элиот Марвин окей давайте посмотрим так а что это в операции Ф Филлипс Элиот Эдвард а да Элиот Элиот или Эдвард блин его имя так отчет о событиях Дэвид Форд Д Мэтт что ли попробовать нет нет может не в том порядке так окей где там где где просто так а если на эту сторону а Филлип наверное П да задание для новичка ничо себе задание для новичка Марвин Бранек а вот написано же Д Дэвид Форд Элиот Напишется как то он сказал в каком порядке так в порядке расположения наших рабочих мест так вот заходим заходим оу чувак да ублюдок блин зачем ты встал пипец три патрона осталось ну так заходим а вот еще смотрите здесь в порядке нет 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 отлично первый взлом крутяк так а второй валяется г д или что это г г рита грм грм вот так круто круто большой большой магазин матильда прикольнулись у меня матильда то убрано стуком мучился блин окей ладно волком леон ладно давайте еще за кто крекает кто-то ожил что ли да ладно блин чувак там встал опа дверь закрыта окей валим мы связываемся с ним валим пускай он там гуляет что-то громко дверь открыл так записка о пульте в кладовой похоже что на клаватуре пульта шкафчиков отсутствует несколько клавиш предлагаю тому кто устроил этот бардак поскорее найти запасные клавиши и починить пульт я знаю кто ты ублюдок кто еще мог так обосраться он не войдет интересно сюда порох смотрите ножик отлично еще один ножик там что-то еще лежит патроны так а здесь походу карточку надо смотрите для дробовика дробовик блин еще патроны для дробовика сумка сумка это наверное этот о боже так кнопок нету блин окей 109 давайте а а 109 давайте наберем патроны для пистолета отлично так интересно она останется открытой да 108 закрыто так пленочка давайте сразу возьмем да блин столько мало патронов дается вообще а здесь отдельная вон так ладно 106 103 и 102 106 103 102 так 106 103 так а эти мы не откроем окей ладно 202 208 202 и 208 нам не открыть короче остальные нам не открыть окей давайте давайте пленку возьмем так катушка с непроявленной пленкой изучаем пленка на память на память написан ладно они хоть не выходят через дверь это радует так ломится в окно там картина чуть типа мон типа монализа что ли бабушка там на фотографии блин какой он там дерзкий так давайте возьмем деревянные доски прочные доски которыми можно заколотить окна отличное средство защиты от всякого отребия прикол давайте заколотим сразу же моментально просто это их задержит так у нас наверх еще вход о комнатка для сохранения печатная лента три штуки отлично еще порох вообще здорово так давайте сразу объединим запоминайте друзья эти вот эти вот основы выживания так лекарственные свойства трав люди испокон веков использовали травы для лечения недугов и болезней в этой книге мы рассмотрим три травы растущие в горах Харклы зеленая трава излечивает обычные раны а синий часто используется в качестве противоядия что же касается красной травы то она красива но не обладает никакими лечебными свойствами во всяком случае так считалось ранее известно что соединив травы можно получить мощные травяные смеси однако лишь недавно стало ясно какую роль в этом процессе играет красная трава согласно восточной медицине смеси синий и красный трав улучшает общее физическое состояние воистину мы только начали раскрывать потенциал этих трав и их лекарственные свойства без сомнения чтобы узнать в каждой части про эти травы пишется можно сказать одно и то же что красная усиливает синяя для отравы как противоядие а зеленая это зеленая здоровье восстановили так давайте зеленую траву оставим лечебный спрей уберем так 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 это мы тоже уберем пока давайте может матильду тогда достанем да а вот этот мы пока уберем пистолет ну и в принципе пока вот пока вот все в смысле деталь для матильды увеличивает емкость магазина до 24 патронов сокращает время зарядки особая деталь а че объединить может надо а да вот его мама настройщик просто все отлично блин а я не проверил может можно было к тому пистолету это прифигарить в фильме предоставлено доказательство не пропустите о красная трава ништяк некоторые предметы можно комбинировать с другими как для освобождения ячейки так и для создания совершенно новых предметов для этого нажмите объединить это мы уже все знаем объединить усилили короче там эффект а проявить пленку значит можно памятная фотография статуя какого-то короля что ли да у него книга что ли какая-то и посох смотрите они определяются так нужно короче такую штуку найти все ничего не можем да больше двигаемся дальше пока сохраняться не будем так я думаю доски-то выдержат я думаю задержат ох ты так блин ножа-то нету чтобы проверить живой он или труп о у него что-то есть патроны в смысле заменить не надо мне ничего заменять вот он гуляет наверху так но он меня не видит пока тогда пройдем не будем тратить на него патроны ху-ху-ху-ху так что у нас здесь там у нас прорвало трубу да получается какой-то газ или пар это нужен вентиль так нам туда не пройти так что там лежит переносной сейф о это небольшой переносной сейф что это значит любой предмет можно посмотреть с разных углов выберите его нажмите изучить возможно узнаете о нем нечто новое и ну нажал я и что так погодите так погоди так так а понятно так так эй так так сейчас мы взломаем этот замок так 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 вот это надо нажать так 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 и нет так 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 вот не то нажал так 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 все взломали сейчас мы узнаем что там скрыто запчасти какая-то небольшая деталь а кнопка да кнопка точно кнопка от клавиатуры какого-то компьютерного терминала не ничего не написано прикольно инструкция по переносному сейфу нажмите кнопки кнопку чтобы включить соответствующие лампочки чтобы открыть сейф включить их все кнопки нужно нажимать в определенном порядке нажав на неправильную кнопку вы выключите все лампочки и вот придется начинать сначала это мы уже разобрались так пусто патроны для дробовика патроны для дробовика 12 калибра диаметром 18 1 миллиметр шкафчик понятно короче о лава щерт напугал не встанет не живет так ладно 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 это красная травка отлично красную травочку взяли окей чтобы этого не будет там пройдем тихо спеша там внизу ломится окна разбил блин он скоро и эти разобьет доски так отлично давайте какой-нибудь ты какая у нас так 102 и 103 а наверное можно переставлять будет нет ли я что-то путаю 102 порох блин лучше ножек ну ладно ладно порох тоже хорошо переставить никогда эту кнопку 200 чё там 208 до патрон для дробовика 208 и 200 возьмем сразу и 203 блин троечку надо еще пойдемте выложим тогда патроны для дробовика патроны для дробовика красную траву выложим да и порох тоже выложим на всякий случай чтобы не засирать нам ящик и так я думаю надо сохранить сохраняемся и на этом я буду заканчивать дорогие друзья вот на второй этаж пойдем следующей серии а кому понравилось ставим лайк и подписываемся на канал группу вконтакте все ссылочки будут в описании под видео также будет в описании под видео ссылочки на оригинальное прохождение резидента и вала 2 я совсем прощаюсь до новых встреч всем пока 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 пока